Здравствуйте, уважаемые гости! Я Мария и, как обещала, продолжаю рассказ о приключениях своих гортензий из холодильника, а заодно поделюсь опытом, что можно сделать, если зимой на подоконнике от холодного воздуха замерзло ваше растение. Итак, после предыдущего видео прошло две с половиной недели. Как видите, растения еще подросли. Это Эрли Хэри, посерединке Скайфолл, а это начал его теснить разросшийся Даймонд Руж, в уголочке Стромбери Блоссом, а это Пинки Винки. Все-таки выгнал из почки хороший побег. Мустила тоже за это время показала две почки, причем с одной из них я соскребла за маску, а вторая сбросила ее сама. Только Ванила Фрайс пока по-прежнему без признаков жизни, но я все еще на нее надеюсь, так как корни живы. Ну а теперь к приключениям. Посмотрите, что случилось с моим вторым Эрли Хэри, тем самым, что раньше сломала кошка. Буквально через два дня после прошлых съемок, придя домой с работы, я обнаружила, что его хорошенькие побеги все повисли тряпочками. Он стоял ближе всех к приоткрытому балкону и день выдался особенно морозный. И несмотря на то, что балкон застеклен и растения в контейнере, он подмерз от холодного воздуха. Опять нет видео, но это потому, что нужно было реагировать быстро. К сожалению, это не первый случай, когда у меня замерзают растения. Сын, горячий сибирский парень, любит спать с приоткрытым окном в мороз. Подмораживание на подоконнике особенно опасно тем, что самый холодный воздух идет снизу и поражает сначала корневую систему. Вы можете сразу даже не понять, что что-то случилось, а заметить только когда листья уже поникли, потому что корни перестали их питать. Степень подмораживания может быть разной, иногда незначительной и достаточно поместить растение в теплое место, как оно быстро отойдет. Обычно такое происходит, когда холод воздействовал недолго, корешки живы и просто пока прекратили подачу воды в верхушечную часть. На второй стадии бывает, что корни уже погибли, а верхнюю часть еще можно спасти. В этом случае без промедления ее нужно переукоренить. Таким образом я спасла зимой вот этого красавчика, пахистахис. Вот он страшненький, но тем не менее живой. Итак, вы заметили, что растение завяло. Как можно быстрее нужно срезать поникшую верхнюю часть и положить ее полностью в воду, например, в таз, до тех пор, пока растение снова не приобретет тургор. После нужно внимательно осмотреть срезанные растения, убрать части, которые не восстановились, а живые поставить укореняться, как при обычном черенковании. О своем способе черенкования я расскажу в следующем видео, как раз на примере гортензии из начала ролика. К сожалению, эти две стадии визуально не отличить. И есть риск, когда мы думаем, что растение еще живо, ставим его в теплое место, а корни на самом деле уже мертвы. И тогда мы можем потерять растение. Поэтому, если вы не уверены, лучше перестраховаться и укоренить хотя бы часть его. К сожалению, есть еще третья стадия, когда уже ничего нельзя сделать. Визуально побеги повисают, становятся мягкими и как бы водянистыми. Но такое, к счастью, случается редко. Это растение должно ночь простоять при сильном морозе и открытом окне. В большинстве случаев можно спасти растение вышеуказанным способом. Вот, посмотрите, что стало с подмороженными черенками Эрли Хэри. Они полностью восстановились и дали вот такие нежные, чудесные корешки. А если оказывается, что еще и корни живы, то и они дадут новые побеги и у вас будет много-много растений. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, видео было полезным. Если так, поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. До новых встреч!